Добрый вечер, в эфире Главное. В этой программе будем подводить итоги прошедшей недели. На этой неделе у нас началась весеннелетняя парламентская сессия. Мы узнали еще, оказывается, есть у нас еще граждане с двойными паспортами или с двойными личностями. Я даже не знаю, как сейчас это назвать правильно. Генеральный прокурор попросил прощения у семей, у учителей, которые преподавали в турецком лице Аризонты, которые были депортированы из нашей страны. А также очень близко уже стодневный рубеж правительства КИКО. Вот об этих вещах и других политических событиях мы будем говорить с моими гостями в студии. А сегодня мое приглашение приняли политический комментатор Виктор Чубан. Добрый вечер, господин Чубан. Добрый вечер. И политолог Корнелий Чуря. Добрый вечер, господин Чуря. Добрый вечер. Рада приветствовать вас в своей студии, предлагая все-таки начать с правительства. Учитывая, что мы действительно наблюдали, до сих пор наблюдаем споры о том, какое это правительство, что оно делает. Хотелось бы все-таки вкратце услышать ваше мнение о том, с каким бэкграундом, как приближается правительство КИКО к этой стодневной отметке, господин Чубан. Успехи есть? Ну, правильнее было бы, конечно, заслушать сначала премьера, посмотреть, чем он похвалится. Мы ему сейчас подскажем. Да, потому что так мы наблюдаем в основном со стороны. Я бы хотел посмотреть, с какими цифрами он придет. И я думаю, что мы еще комментировать будем эти успехи и неуспехи правительства КИКО. Потому что было до сих пор, мы, наверное, будем возвращаться к тому, как появилось это правительство, насколько оно технократичное. И совершенно для меня, например, очевидно, что это не технократическое правительство в том смысле, в котором оно понимается в общепринятом таком понимании, поскольку технократическое правительство ставится на какие-то реформы, либо на какой-то короткий промежуток. В данном случае оно технократическое только в том смысле, что такое правительство не жалко будет отправить в отставку в любой удобный момент, учитывая предвыборную ситуацию. То есть вот только в этом смысле оно технократическое. По всем остальным признакам это правительство Додона, а даже не партии социалиста, и тем более не парламентского большинства скрытого или технического между социалистами и демократами, которое заточено исключительно на выполнении предвыборных обещаний Игоря Николаевича Додона. И мы видим буквально по этапам, когда Игорь Додон выходил и говорил в социальные инициативы, тут же выходил премьер Кику и говорил, вот 7 пунктов по социальным инициативам, которые мы будем выполнять. Так происходило практически при каждой якобы инициативе президентской. Выглядит это не очень хорошо для премьера. Президент всеми силами пытается имитировать президентскую модель ВВП. И то, что вот есть такая, вот он вышел с наказами, и тут же они исполняются. Но у нас не Российская Федерация. Игорь Николаевич отнюдь не Владимир Путин. Удается ему не очень хорошо эта роль. Но, по крайней мере, все вот эти инициативы, они отчасти популистские, отчасти отсутствие идей наблюдается острое в данной предвыборной кампании. Поэтому идется потому, что уже сработало. Вот демократы сказали, хорошие дороги, да, программа. Что они сказали? Они просто забрали все деньги, которые были из бюджета, из дорожного фонда, и в деревне там по полкилометра дороги заасфортировали. Электорально это сработало. На самом деле это не строительство дорог. И наносит стране экономически это больше вреда, чем пользы. Но электорально это дало дивиденды демократам. Поэтому это повторяется, воспроизводится. Вот есть чуть с другой стороны, потому что господин Чурев у нас не экономист, он политолог. Поэтому я так политически подойду к этому вопросу. Господин Чабанов сказал, что это правительство Игоря Дадона, но при этом они восстанавливают все практически программы, запущенные социально, именно правительством Павла Филиппа, то есть ДПМ. И при этом Павел Филипп буквально вчера, если я не ошибаюсь, на интервью сказал, что далее демократы будут настаивать на том, чтобы они получили несколько портфелей в правительстве. В таком случае это технократическое правительство или это правительство Игоря Дадона, когда Павел Филипп говорит о том, что демократы могут получить места в правительстве? И Кику объявил о том, что он доволен действиями определенных министров, то есть ожидаются вот эти изменения. Непонятно, правда, изменения в правительстве будут сделаны ввиду того, что министры плохо, некоторые министры плохо справляются. И мы видели определенные ошибки, которые допустили министры, но с другой стороны это все-таки бывшие советники президента. То есть убрать их будет не так легко. А если убираешь, то по советской системе, ну не только советской, им нужно будет найти место на повышение. У нас в НР есть места еще. Поэтому вот скорее всего, да, есть эта задумка политического плана, изменения будут не потому, что надо будет убирать плохих министров, а потому что будет расширяться вся система власти, будет включаться демократическая партия, возможно. Это решение еще не принято, но как вариант, он рассматривается довольно серьезно. И я думаю, что это расширение будет не только в плане того, что демократов будут впихивать туда, засовывать, как-то находить для них места. А само правительство, сама система власти может быть расширена, добавлены определенные функции, возможно, министерства. И в таком случае, конечно же, будет легче впихнуть демократов или вновь вернуть демократов в эту систему. Обратите внимание, когда Павел Филипп говорил о возможных коалициях, он сказал, мы можем создавать коалиции налево и направо. То есть это классическая такая политическая позиция демпартии. И я думаю, что демократы сейчас торгуются абсолютно со всеми. Мы видим, что они торгуются. Акум, Европа, американцы, с другой стороны, Додон. Вы заметили, что и господин Додон тоже торгуется. Совершенно верно. Но Игорь Додон в данном случае понимает, что если вдруг внешние партнеры или как-то уговорят демократов, так сказать, ну, торговаться, мягко скажем, направо с Акум, то для него это бы плохо закончится. Поэтому он пытается играть на какое-то опережение. И даже вот, возможно, некоторыми уступками в правительстве готов затянуть все-таки демократов вот в такую коалицию налево. Тем не менее, он объявил о том, что правые не должны сжигать мосты и должны все-таки рассматривать вариант возвращения во власть. Я в этом плане сказал, что, скорее всего, я воспринимаю это заявление господина президента все-таки как ведение торга, политического торга с демократами. Хотя слово не воробей. И раз он это сказал, то вполне возможно, что он рассматривает и этот вариант с Акум, он его не исключает из возможных политических альтернатив. Вы сказали, что это будет смерть, и подобно для него я не думаю. То есть это еще нужно, можно так... Вот это то, что я сейчас хотела уточнить. Когда-то любая поддержка со стороны демпартии в нашей стране называлась в том числе отравленным яблуком, да, или поцелуем отравленным. Потому что тот, кого выступал официально еще пару лет назад, поддерживал демпартию, тот заведомо проигрывал. Сейчас какова ситуация, если Игоря Дадона практически принуждает? Я помню, две недели назад здесь был Дмитрий Дьяков, который открыто сказал, так мы тоже с ними по понедельникам встречаемся. То, что вы нас не видите, это не значит, что мы с ними не обсуждаем, что делать. И я помню абсолютно удивленное лицо Игоря Дадона, когда его об этом спросили в лоб. А где демократы? Вы же встречаетесь все вместе. Так вот, вот этот вот демпартия уже не целует отравленным яблоком. Кто в итоге выиграет? Может быть, наоборот, Майя Санта загоняет обратно в ловушку таким образом? Давайте мы, наверное, не будем оперировать поэтическими терминами отравленных яблок. Я, наверное, склон... Я прошу прощения буквально на одну фразу. То есть, с момента, когда господин Плохотнюк покинул Республику Молдова, поэзия в политике умерла. Сейчас я поясню свою мысль. И я предпочитаю говорить о том, что любая политическая конфигурация, конструкция вообще, не только в Республике Молдова, но и в других странах, возможно, при наличии джокеров. Вот демпартия у нас заняла такую позицию джокера. То есть, она, начиная с 2010 года, она все время играет какую-то определенную, иногда решающую роль. В прошлом году у нее не было этой роли. В создании конфигурации. Сейчас она постепенно возвращает себе эту позицию. Но и политическая ситуация такова, что... Вот вопросы нам показывают, что у нас есть три игрока. В такой ситуации кто-то из них всегда должен играть роль джокера, который находится посередине и может создать и туда, и сюда. По объективным обстоятельствам социалисты находятся на левом фланге, а кум на правом. Хотя июнь показал, что они тоже могут сыграть и исключить джокера из этой комбинации. И то, что сказал Додон, это тоже элемент торга. Это вот та ситуация сейчас, когда вот у нас три игрока. В определенной мере все, ну, в меньшей степени акум, они, мне кажется, хуже всех торгуются. Но, по крайней мере, они консультируются с партнерами, поэтому... Или за них консультируются. За них, да. Это все равно происходит. Поэтому мы в такой ситуации, которая называется «танцуют все». Вот, в преддверии президентских и возможных, скорее всего, сразу после них, одновременно, это уже по ситуации... Ну, раз вы сказали, давайте... Да, досрочных и так далее. Правительство никому не интересно, учитывая его несвободность, да, или учитывая, что 100 дней еще не прошло. Давайте о президентских. Насколько важны эти президентские, и почему у нас в Молдове... Это Игорь Дадон навязывает вот эту вот роль, чтобы от послепрезидентских все... Вот это важно, да, самое важное в парламентской республике – выборы президента. Или это все-таки действительно так складывается в этом году политическая ситуация, что от этих президентских зависит слишком многое, как будут развиваться события дальше? Ну, зависит многое, потому что эти выборы, во-первых, покажут расклад политический, смогут ли... И также они покажут отношения западных партнеров, и не только западных, но и России, по отношению к нашим политическим силам. Ведь я вот на этом моменте заострю внимание, консенсус геополитический, он вроде бы нарушен. То есть получается очень сильный дисбаланс между тем, что имеет сегодня Россия, и тем, что имеет запад. Коллективный запад, да. Коллективный запад. И вот эти выборы должны вроде бы показать и вернуть определенный консенсус. Но как это сделать? Вот поэтому я бы не согласился, что правительство, оно не важно. Но важно, потому что это тоже элемент торга в той игре, которая, скорее всего, ведется по отношению к Молдове. Потому что в Молдове мы видим в последнее время, победители не получают все. Иногда победители должны делиться с... Или покинуть страну. Ну, я говорил, да. Когда ты получаешь все, это плохо. Потому что ты берешь на себя слишком много. Все риски. Абсолютно все риски. И вот в этом смысле президентские выборы должны вновь восстановить... Баланс. Или президентские выборы, или то, что произойдет после выборов. Но должны восстановить вот этот баланс. Как мы к этому придем, абсолютно непонятно. Потому что по ситуации, к сожалению, из-за неэффективности правых, баланс резко ушел. Или, скажем так, равновесие нарушено, и стрелка показывает в сторону и в пользу социалистов. То есть они выигрывают в последнее время. Но это тоже плохо. Кстати, это риск для них, исходя из того, что мы говорим. Поэтому президентские выборы, они важны именно из-за этого для восстановления баланса. Я думаю, игроки политические понимают это. Но в то же время, если ты выигрываешь, и выигрываешь, и выигрываешь, то как-то сложно отказаться от этого. То есть, конечно же, социалисты все будут играть на победу. И прежде всего, социалисты. А то, что кто выиграет, покажет, потом должен будет уступить. Я бы все-таки нюансировал чуть-чуть. Здесь больше, скорее всего, это игра и ставка Игоря Додона на президентский. Для него это очень важно. Это самая высокая ставка он ставит на повторение мандата. Мандата, нежели это игра, так сказать, левых и социалистов в целом. Потому что даже то правительство, о котором мы сейчас говорили, это не правительство социалистов, а это правительство команды Игоря Додона, который он привел с собой из президентуры. В общем-то, и я думаю, что... Которую он дополнял после смещения власти демократов. Которую внутри социалистов, я думаю, тоже могут возникать определенные вопросы. Насколько нам известны, есть вопросы. Насколько, да. И вот, немножко все-таки продолжая тему с правительством, я хочу просто напомнить телезрителям о том, как резко начинал господин Кикус из позиции советника господина Додона, говоря, что МВФ нам вообще не нужен, что мы вообще можем отказаться от всякой морковки. Да-да-да-да. И все это была вся классическая риторика молдавских левых. Потом вдруг он становится премьером. Оказывается, что деньги-то откуда-то берутся. И явно, что не из тумбочки, несмотря на то, что он был до этого министром финансов. И вот буквально сегодня есть это сообщение, что переговоры проходят, мы выполнили, мы все это... И мы очень рассчитываем. И там господин Кику несколько раз повторяет, что я искренне желаю, чтобы эта программа продолжилась и так далее. У вас же в программе мы говорили, что это безответственное было заявление Кику в самом начале своего мандата о том, о том, что мы... Есть заявление и Муришана, который сказал, что если Молдова договорится с МВФ, Европейский союз откроет тоже финансирование. Это всегда. Кстати, это не обязательно, чтобы так было. Но европейцы придумали это правильно специально для нас, чтобы в какой-то мере держать нас на... Чтобы мы поняли, что мы только полезны. Просто потому, что МВФ эффективнее может построить какую-то молдавскую власть или молдавское правительство, нежели это могут сделать европейцы, где сама бюрократия предполагает более сложные процедуры. А эти приезжают и говорят так. Либо вот вы делаете раз, два, три. Вот параметры, по которым вы должны вписываться. Бюджетные и так далее, и так далее. Не вписывайтесь, не получаете. А европейцы приняли действительно вот эту позицию светофора МВФовского, что если вы выполняете какие-то макроэкономические обязательства, то тогда и мы, соответственно, дополняя это политически. Смитрий Иванович, все-таки попрошу вас прокомментировать. Это прямая цитата премьер-министра. Ничто уже не может повлиять на успешное завершение программы МВФ. Республика Молдова является одной из немногих стран, которым удалось успешно реализовать программу от начала до конца. Достижение было достигнуто в условиях большой политической турбулентности. С прошлого года у нас было три правительства, две избирательные кампании, но мы показали, что бюджетная система не восприимчива к политическим проблемам. Так ли это? Это отчасти так, то, что политическая турбулентность, да, три правительства, да. Программа начиналась при правительстве Филиппа. При правительстве Филиппа она была приостановлена ввиду невыполнения каких-то обязательств. Потом она была разблокирована при правительстве Санду, которая разблокировала, но фактически не... Нет, по-моему, тоже про Филиппа разблокировали. Нет, нет, уже... Нет, я помню заявление Павла Филиппа, который говорил, что приостановили до избрания нового правительства после выборов. Вот такая была формулировка. И вот уже, так сказать, правительство Акику, это третье, которое появляется. Но у нас были еще более интересные истории, когда у нас... Вообще уходил разорудование. Отправляли, да. МВФ вылетал, у нас то губернатора Нацбанка отставляли, то Стрельца отправляли в отставку и так далее. И не все время им не с кем было общаться. Поэтому сейчас ситуация несравненно лучше, я думаю, и для МВФ. Для того, чтобы было с кем все-таки переговариваться. О том, что она была выполнена успешно. Ну, раз... Деньги потрачены. Да, деньги потрачены. Раз МВФ говорит, что программа завершается. Во-первых, мы посмотрим, оно там в марте где-то, в конце марта завершается. Сейчас это экспертная группа, потом принятие решения на борде. И только после этого идет следующая программа. Поэтому я думаю, что как раз вот когда будет следующая программа с МВФ, то они немножечко поубавят популистские аппетиты нынешнего правительства в смысле электоральных. То есть они все время как бы выступают против всяких таких очень легких там повышений пенсии и зарплат. Позиция МВФ вообще, строго говоря, заключается в одном постулате. Живите по средствам. То есть позволяют вам доходы? Повышайте. Не позволяют, не повышайте. Держите дефицит вот в таких пределах. О доходах и о том, кому их повышает реально и насколько мы поговорим во второй части программы. Потому что уже вчера начался скандал в нашем парламенте. Мы сейчас перейдемся с вами на рекламу. После рекламы оставайтесь с нами, она пролетит очень быстро. Мы продолжим наш разговор. Реклама на 21 канале. Мы вернули студию для тех, кто только включил связи в эфире «Главное». Господин Чурев, вы чуть раньше сказали о несгибаемости правых, когда они были во власти или еще что. А сейчас что-то изменилось или, мне кажется, несгибаемость... Нет, вы их назвали неспособностью. Я хотела спросить, это была неспособность или все-таки несгибаемость политическая, негибкость, невозможность быстрее корректировать какие-то свои позиции, учитывая конъюнктуру происходящую? Правые, они моралисты по своей сути. Они верят в свою какую-то освещенную идею. В принципе, я когда-то себя тоже считал правым. Но нужно признать, что они меня переплюнули в этом своей вере в то, что они могут внедрить ценности. Будем называть их европейскими, хотя это спорный вопрос. Но они перегибают, я думаю, палку в том, что продвигают свои ценности в этом мире, который все-таки проходит через определенные изменения. Вернее, мы находимся в той фазе, когда эти изменения скоро нагрянут. И вот это нежелание быть прагматичным в политике, нежелание обсуждать с теми, которые раньше были твоими врагами, сейчас остаются соперниками, но с которыми нужно дискуссировать. Я в первую очередь имею в виду демократов. Кроме этого, их неопытность политическая, эти ошибки, которые они совершают в Ханчештах, они, конечно же, им сильно мешают. Тем не менее, мы уже отметили, что западные партнеры тоже свято верят и хотят. Это их самый большой козырь политический в Молдове, поэтому они их предвигают и игнорируют в какой-то степени этот непрофессионализм, эти ошибки. То есть правые, в первую очередь, блока КУМ, они должны сильно поблагодарить Запад за то, что... А у них есть выбор справа? Хотелось бы думать, что у них есть выбор. Мне кажется, выбор есть, может быть, он еще не очень структурирован, но мне кажется, должны появляться какие-то новые идеи, потому что, вот смотрите, я напоминаю, на этой неделе появилось несколько заявлений. Андрей Анастасий, правда, подтвердил все свои предыдущие заявления о политичных кандидатах, в случае чего у нас есть, мы можем выдвинуть и своего кандидата. А Майя Санду, говоря о рисках, связанных с президентскими выборами, назвала такие, что в 2020 году пройдут президентские выборы, которые также связаны с рядом риском. Во-первых, касающиеся финансирования партии в Молдове, во-вторых, проблема доступа к медиа в республике Молдова, часть рынка контролируется, ранее был Плахотнюк, сейчас Додон, поэтому существует неравенство, к которому можно прибавить феномен наложенных новостей и так далее. То есть, по мне, это абсолютно технический подход к тому, что происходит. Абсолютно технический, и тут возникает закономерный вопрос. Хорошо, вы были у власти всего 5 месяцев, это действительно очень мало, но мне кажется, месяца было вполне достаточно, чтобы вот поименованные вопросы, концентрация масс-медиа, да, парламент должен был просто навести порядок в этом аудиовизуале, так сказать, координационном. Если эта проблема действительно существует. Существует, ну да. Но, подождите, если об этом говорили до выборов, будучи во власти, потеряв власть, опять говорят о том же самом, значит, для них эта проблема существует. Концентрация масс-медиа объективно была. А что они хотят? Вот непонятно, чего они хотят. Вот сейчас они критикуют опять государственное телевидение. Но мне не понятно, сама постановка проблемы, они что хотят? Из того, что я понял, они хотят взять вот этот куш рекламы и передвинуть кому? К тем телевидением, которое считается себя независимым или как? Вот само решение проблемы, оно не обсуждается. Сейчас я вам скажу, господин Чур, само решение проблемы предложил, кстати, одну из формулировок, но там оффлайне знаменитому господину президента перед Новым годом, которая досталась всем журналистам, которые там были. Он предложил так, чтобы рекламные пакеты, реклама вставилась только в программы своего отечественного производства. То есть не так, что ты ретранслируешь Россию или Румынию, а рекламу ставишь в молдавскую, не тратив ни копейки, зарабатываешь на рекламу хорошо. Это давно обсуждается. Но вот если бы такая поправка была, я могу сказать, что молдавские многие телевизионные каналы либо оставились бы без рекламы, потому что не выполняли бы закон, если бы регуляторы при этом правильно работали, либо начали бы делать свои продукты. Я думаю, вы не правы. Если бы это изменение ввести, то все равно будут побеждать те телевизионные, у которых есть деньги. Потому что у них будет больше возможностей для этого. Это будет телевидение бизнесменов, которые будут участвовать в политическом производстве. А что, сейчас этого не делается? Господин Чури, я подозреваю, что у вас дома нет телевизора, и вы не смотрите ничего. Ну как, я, опять, сейчас не модно называть холдинг Плохотнюка. Но посмотрите, до недавнего времени у Прайма было очень много. Правда, они много передач делали из рекламы. Да, вот в этом вы правы. Но все равно вот те телевидения, которые критиковали, у них было больше своего контента. И они бы могли свой контент делать. Я сейчас, по-моему, достаточно прозрачно назвала тех, которые ретранслировал. И Прайм не единственный, кто сидит на ретрансляции. Ну хорошо, у вас. Это, видите, это заведомо неравные условия. А я хочу смотреть ретрансляции. А, вы имеете в виду рекламу. Заведомо неравные условия. Когда есть Прайм с бюджетами, я не знаю, первый канал, несопоставимый. Я имею в виду российский контент, который они создают. И постоянно в вопросах, везде он на первом месте, и по всем замерам. И канал молдавский, который производит свой контент, у которого бюджет кот наплакал. То есть это... Но решение проблемы в запрете ретрансляции. Нет, не в запрете ретрансляции. А в запрете вставлять рекламу в ретранслируемый продукт. То есть ты не можешь садиться просто на такой куш, на чужой канал. На иглу. Вставлять сюда одни новости. То есть вот это как-то надо регулировать. Таким вот, ретранслируй все, что угодно. Но не давая паразитировать. Это заставит навар, полученный с рекламы, вкладывать в разрешение. Хорошо, мы сейчас решаем проблему за блок-акум. Это не за блок-акум, это проблема всего молдавского медийного рынка. На самом деле это просто показатель всего молдавского, не только медийного рынка. Потому что... Мы говорили о холдинге Плохотнюка, сейчас будем говорить очень долго о холдинге Додона. Который, наверное, переплюнет холдинг Плохотнюка по скорости расширения. Но начали мы говорить, конечно, мы сошли на телевидение, они ушли на тему. А начали мы говорить о президентских выборах и о том, что они очень важны. Что это будет проверка на зрелость, на мой взгляд, для правых, наконец-то. И они вот сейчас, я не говорю про ханчешта, мы про них уже много говорили. Они очень четко показали способность договариваться, выстраивать диалог и все остальное. Но выстроится ли какой-то диалог у правых к президентским выборам? Ну вот конструкция, которую вы озвучили и которая принадлежит Андрею Анастасию. Я, честно говоря, всегда скептически отношусь к конструкциям правых в молдавской политике, которые называются А. Общий кандидат. Б. Когда говорят еще общий и аполитичный, я считаю, что это вообще невозможная конструкция справа. То есть вот это мое личное убеждение. То есть если мы сейчас начнем проводить опрос, но этого не надо делать, мы просто доживем до выборов и увидим, что этого не произойдет. Но это никогда не происходит. Но все-таки Анастасия за счет вот этих предложений, он попытался начать процесс переговоров с ПАСС. Я не думаю, что он обязательно настаивал на конечном выходе, чтобы иметь аполитичного контакта. Да, я согласен с вами вернуть в русло переговоров. Но это не удалось. Пока что они не находятся... Пока не удалось, да. И, по крайней мере, сейчас совершенно очевидно, что есть два явных лидера, которые будут участвовать слева и справа. Совершенно очевидно. Это Додон и Майя Санбур. Он заявил и Октавиан Цикл, что он будет участвовать. Нет, заявят еще 22 человека. Но это не значит, что они будут играть существенную роль. Хотя некоторые из них могут сыграть существенную роль. Хорошо. Тогда у меня очень короткая... Некоторым надо заявиться просто для того, чтобы в свете будущих каких-то политических проектов продвинуться. И это вполне закономерное какое-то участие. Нельзя отказывать никому участвовать. В том числе это вот. Другие будут играть определенные роли. И я думаю, что здесь самые интересные игры будут как раз не справа, а слева. Потому что справа во втором туре все равно голоса ложатся как-то более или менее равномерно. Здесь забудем сейчас про Кишинев. Там свои есть какие-то нюансы. Но в президентских они, я думаю, улягутся. А вот слева некоторые расклады могут оказаться интересными. То есть здесь как раз интересно, кто будет отбирать голоса у Дадона. Я так думаю, что осень как раз покажет, кто как подходил к этому рубежу. Помните, это закон джунглей. Я не буду его сейчас озвучивать. Там есть несколько некрасивых фраз. Но кто как добирался вперед, не забывай, что тебе потом спускаться. Вот оно как раз за эти четыре года после того, как наша партия и другие выступали в поддержку Игоря Дадона во втором туре президентских 2016-го. Вот в 2020-м сейчас как раз будет торгать и замечательный. Сейчас вообще складывается впечатление, что практически все будут играть против Игоря Дадона. Один против всех? Слева и справа, да. По крайней мере, вот так. На сегодняшний взгляд, я думаю, что ситуация такова. Если не будет... Вы в первой части программы сказали, что по результатам этих выборов могут случиться досрочные выборы. Каким образом? Ну, во-первых, самый простой вариант. Игорь Дадон выигрывает выборы. То, что сейчас кажется наиболее вероятным сценарием. И он захочет, да, закрепить свой результат вот на этой волне. И вполне закономерно он может идти на досрочные выборы, чтобы закрепить результат. Снять зависимость от голосов демократов. Снять, совершенно верно. Кстати, вот этот сценарий сейчас разыгрывается в Румынии. Эти досрочные выборы пытаются искусственно организовать. Выдвигая второй раз кандидатуру Орбана? Нет, так выдвигая в первую очередь предложение по голосованию в два тура. Беря на себя ответственность за этот закон, выбор два тура мэров в Румынии. И все проголосовали, потому что и оппозиции это невыгодно. Там много мэров, и все мэры были, не хотят выбираться. И не хотят переизбираться. И поэтому вот это искусственное создание досрочных выборов мы сейчас наблюдаем. В Румынии мы не знаем, если оно дойдет до логичного итога, потому что социал-демократы и азеки там могут переиграть все и сыграть в другую сторону. Вот этот вариант может и у нас быть разыгран. Когда ты на волне, вот о чем говорил господин Чабан, тогда желательно начать все заново и получить приличный результат. В Румынии там либералы сейчас очень хорошо. А в случае, если Игорь Дедом проигрывает, и, допустим, к примеру, Майя Сандуп выигрывает эти выборы президентские, досрочные выборы что, невозможны? Тоже возможны. Я вам приведу еще более невероятный сценарий. Еще до президентских выборов, условно говоря, внешние партнеры оказывают определенное влияние на демократов. Они провоцируют падение правительства, отставку правительства КИКу. Определенное влияние или определенные гарантии? Ну, назовите это как хотите. Мы сейчас находимся в области спекуляций, понятно, и чисто рассматриваем гипотетические сценарии. У нас нет никаких сейчас подтверждений тому или иному, но мы должны их учитывать в своем анализе. То есть мы должны понимать, что может быть так, может быть так и может быть так. И самое главное, не только мы, но и сами игроки должны понимать, к чему они должны стремиться, к чему они двигаются и какой именно сценарий они продвигают. Это я хотел бы видеть, пока я не вижу, как сами игроки. Пока это мы дискутируем гипотетически в студиях. Да, но вы подтвердили то, что я сказал раньше, что в случае, если социалисты получат все, это не будет оптимальным результатом ни здесь, ни вовне. И поэтому досрочные выборы могут быть вариантом переигровки. Сбалансировки. Да, и последующей сбалансировкой. Но это, понимаете, так все сложно, когда смотришь сейчас, как это произойдет. Тогда идем туда, где, казалось бы, должны приниматься решения в парламентской республике. Парламент, началась сессия, началась она очень интересная, заявление. Каждая фракция объявила, что считает для себя важным. И вдруг они обнаружили, что им повысили зарплату. Я почти поздравляю. Я чуть не сказала вслух то, что пишут на фейсбуке. Давайте я скажу, не приходя в сознание, обнаружили, что зарплату повысили. И тут началась дальнейшая, мне кажется, на мой взгляд, чисто в виду спекуляция в парламенте. Потому что как мы могли проголосовать за повышение себе зарплаты? Несомненно, что этот вопрос сразу взбудоражил все общественное мнение. Тем более, когда все показали цифру 18 тысяч. Для рядового молдавского гражданина это совершенно фантастические деньги и запредельные зарплаты. Хотя, на самом деле, если пересчитать, это тысяча долларов. И я понимаю, что с одной стороны, вот это как раз из серии тех вопросов. Да, парламентариям надо платить какую-то достойную зарплату, чтобы они занимались своим делом. Но с другой стороны, зная и всю подоплеку этой истории, и все предыдущие. И учитывая опять электоральную ситуацию, сейчас они все на перегонки побегут. И все будут кричать, что социалисты будут говорить, что это наш законопроект, мы понизим. Кстати, автор законопроекта, демократ... Поправки, не законопроекта, поправки. Да, да, так я об этом хочу сказать. Он сказал, что если вам не надо, я не буду настаивать. Нет, ну давайте будем справедливы. В принципе, все, и оппозиция говорит, что не очень хорошо, но мы согласны с тем, чтобы повысили зарплату. То есть, как бы... Я слушал комментарии, они говорят, да, понимаете, там было 150 поправок, нет, и мы как-то не обратили внимания. Некоторые так сказали, что мы из бизнеса, и у нас там была такая зарплата. Сейчас я получаю такую... Нет, так нельзя отвечать. Так ответили. Потому что если ты идешь из бизнеса в парламент, то ты не рассчитываешь на то, что там зарплата будет больше, чем в бизнесе. Ты совершенно сознательно отказываешься от высокой зарплаты в бизнесе и идешь для того, чтобы делать что-то... Господин Человек, но давайте я с другого, скажем так, колокольной посмотрю на все это. Мы же прекрасно знаем, как даются официальные и неофициальные зарплаты раньше в парламенте. Ведь случился этот переворот. Раньше депутаты... Почему только раньше, вы думаете? Во-первых, в парламенте было больше бизнесменов, кстати, и больше людей, у которых был достаток, хорошие зарплаты. Более того, были политические лидеры, которые, скорее всего, компенсировали, их об этом говорилось, давали дополнительные бонусы, партийные бонусы за то, что ты являешься депутатом. Потому что и сейчас... Вот мне кажется, что повышение зарплат является вот именно... Компенсирующим механизмом. Компенсирующим механизмом. То есть, явно, что депутаты обеднели. И их стало больше тех, которые... Прямо, скажем, демократы. Вот эти вот конвертные... Да, мне тоже, конечно. Я из чего исхожу? Из того, что социалисты, наверное, как получали, так и получают. А, ну да. То есть, у них не в худшую сторону изменилась ситуация. Кстати, именно поэтому про правы говорили, что они идут в парламент для того, чтобы зарабатывать. И вот так и говорят. У них же они были как бы якобы безработные. Ну, на самом деле, многие из них. И вот они попали в парламент для того, чтобы зарабатывать. В этом смысле критика тех же демократов, в принципе, она в чем-то справедлива. Потому что она показывает, как бы раскрывает механизм того, что произошло. Были политики, которые... А вот, кстати, мы так и не решили. Вот получать таким образом зарплату. Вот что люди скажут? Им как удобнее, чтобы депутаты получали маленькую зарплату, но неофициально им платили бы из партии бонусы? Или чтобы им бонусы не платили, и зарплата была бы все время... Сенчурия, это опять... Смотрите, для пенсионеров, у которого... Две тысячи пенсии? Две тысячи пенсии. Это его годичная пенсия. Да, вопрос там 18 или 14 тысяч. Для него это теоретическая дискуссия, понимаете? Почему? То есть, ну почему? Например, я считаю, что... При двух тысячах... Любой... Сколько он в год получает пенсии? 23 тысячи? Но все равно ему не нравится, когда повышается зарплата. Это естественно. Любой ответственный политик, находящийся у власти, тем более правительство, любое, да, оно не может себе позволить платить гражданам доходы ниже прожиточного минимума. Будь то пенсии, любые другие виды заработков, пособий и так далее. А у нас это и пенсии по инвалидности, и так далее, и еще, еще, еще. Значит, в то же время мы знаем, что три из четверых пенсионеров именно такие меньше этого минимума и получают. То есть, ответственные политики, ответственные правительства приходят и говорят, давайте мы сначала подтянем граждан к этому минимуму, а потом мы как-то решим и вопросы депутатов. То есть, я почему подчеркиваю, депутаты не в первой линии... Вопрос в чем? Мы ведь это уже проходили. Мы сказали, давайте мы судьям и прокурорам повысим, и у нас будет все замечательно. Нет, нет, там другой аргумент. Судьям повышали для того, чтобы они не были коррумпированы. Правильно. А здесь просто дают, потому что бедные депутаты... Нет, так вот я и говорю, что это не решает. Конечно, не решает. Проблема повышения зарплат, она ни коррупционную не решает задачу, ни, собственно, доходов. Знаете, что говорит об уровне жизни наших граждан? Что вот, допустим, то, что законно парламент утвердил в окончательном чтении дополнение к закону о нормативной цене и порядке купли-продажи земли, об этом большинство даже не узнает никогда, если мы не зачитаем хотя бы вот эти заголовки в программах, если честно. А то, что им подняли зарплаты, двое суток обсуждается, и всех это шокирует. Хотя на самом деле, наверное, должно шокировать не то, что им подняли, а то, как они об этом узнали, получив корешки, как они голосуют, что они читают. Нет, ну они, может быть, все схитрили. Я думаю, они знали, что... Есть же совершенно другие и совершенно очевидные источники дополнительных доходов для бюджета. Да, тогда еще господин Армаш был Минфин, это было еще правительство демократов. Помните, сколько было шума насчет налога на Роскаш? И вот мы говорили про дома больше 150 метров. Я тогда говорил, почему с домов начинаете? Потому что молдаване просто строят двухэтажный дом, но это не роскошный дом. 150, это просто двухэтажный дом, который он его 10 лет строит и никогда не достроит. А автомобиль, это же настолько просто. И мы видим на улицах вот эти Каены, мы видим в их декларациях, это 11 тысяч лей, вот эти Каены, которые ездят и X6, и X5. Это же элементарно. То есть вот есть стоимость, и вот это налог на Роскошь, потому что такой автомобиль стоит миллион, вот он должен облагаться и акцизами, и налогами, и всем чем угодно. Вот за такие вещи надо платить. Но кто владеет такими, это как раз те, которые вот где-то там, видимо, ближе всего к законодательству и находятся. Поэтому они вся... Организованная группа, они более организованы. Да, они более организованы, малые группы всегда более организованы, и поэтому они всегда выигрывают. У больших групп как... Потому что население это даже не группа, а это все. Все мы недовольны, но мы все время проигрываем. Мы сейчас с вами должны приобраться на рекламу. Я перед тем, как мы выйдем на рекламу, сейчас напомню, что премьер-министр не одобряет законопроект, о котором уже заявили социалисты о снижении обратно зарплаты депутатам. Сказал, что надо всем поднимать, а снижать это не методы. И что-то я сразу вспомнила, знаете, вот это весь, наблюдая шум вокруг зарплат в парламенте, вспомнила. Нет, ребята, я не гордый. Не заглядывая вдаль, так скажу, зачем мне орден? Я согласен на медаль. Реклама на 21-м канале. Чтобы закончить тему с тем, как началось заседание парламента, точнее, как началась сессия, я должна сказать, что практически все готовы бороться с коррупцией. Каждый предлагает свои методы, об этом мы будем дальше говорить, я надеюсь, на следующую неделю в виде депутатов, которые мне в студии для вас, наши зрители, расскажут о их методах и предложениях. А спикер парламента, о которых, кстати, сегодня именинница Зинаида Гречана, сообщила о том, что надеется, главное, чтобы все проходило конструктивно, оперативно и с хорошей дисциплиной. Ну, нам бы тоже хотелось побольше дисциплины, чтобы получше жилось с нашим гражданам. А пока я перехожу к другой теме. Я уже говорила о том, что на этой неделе выходил на брифинг генеральный прокурор Александр Стояногла, поднял бы тему депортированных из республики Молдовы учителей турецких из сети лицеев Аризонт, нашли виноватого. Все вину на себя взял бывший глава СИП Василий Ботнер. И у меня возникает вопрос. Мы наблюдаем концерт а-ля Стрелочник? Или действительно вот он во всем виноват, он все это сделал, не подумавши о том, как для страны это будет выглядеть, господин Чубан? Ну, это... Ну, во-первых, он виноват. Он один? Совершенно очевидно, что нет. Явно мы присутствуем при каком-то спектакле. Почему это господин Ботнер берет на себя? То есть это вообще тоже достаточно странно, когда у нас какой-либо чиновник признается в том, что он что-то совершил противоправное. Но, скорее всего, он оказался крайним. В той иерархии принятия решения он был крайним. Ну, в той иерархии... А Бюро по миграции, которое должно было дать... А кто кому указывает этот СИС, им или Бюро по миграции? Это зависит... Я говорю про вертикаль принятия решения. Это зависит от процедуры, потому что там есть экстрадиция, там есть выдворение экспонтарии. Есть закон, в котором написано, что вы... Ну, такие решения снимаются по вертикали, строго по вертикали. Там нету... Ну, тогда берите до Додона, Совет Безопасности, президент и... Но Додон сказал, что он не имеет к этому делу, сам удивился, когда узнал, что... Да, и Эрдоган совершенно случайно лично Додона поблагодарил за... Уже некого было благодарить, потому что... А, ну да, потому что Господин Плохотнюк уже был где-то там. То есть, я думаю, что тут задействованы были все, понятно, властные. Мы видели визиты и Плохотнюка, и Додона в Турцию, их встречи с Эрдоганом. Каждый решал какие-то свои вопросы. Что решал Плохотнюк, нам было не очевидно. Что решал Додон, было абсолютно очевидно. Видно всем жителям Кишинева. Всем жителям Кишинева. Я тоже считаю, что достаточно сомнительные вот такие вот вещи. То есть, они всегда похожи как... Не то, что похожи, они по сути являются взяткой какой-то. Да, вот ремонт... Но допустимые взятки. Запустимые взятки. Нам... Выглядит это... Вот это тогда выглядело плохо после решения ЕСПЧ. Это уже совершенно доказано, что это было противоправное действие молдавских властей. Поэтому кто-то должен отвечать. Один или многие. Вот сейчас прокуратура должна разбираться. На мой взгляд, должны ответить и не только господин Ботнарь, а и госпожа Пуаля Лунич, поскольку это ее ведомство. Но мы напротив... А пограничники в аэропорту? Список длинный? По цепочке. То есть, пограничники, когда приходят те же СИС, когда приходят офицеры, берут самолеты. По закону должно было бы судебное решение. Если нет судебного решения, на каком основании вы депортируете? Совершенно верно. То есть, тут длинная цепочка. Почему идется по этому пути? Ну, я не знаю. Может, прокуратура хочет продемонстрировать быстрое решение какого-то определенного вопроса. То есть, вот есть решение, есть наказанный. Но у меня нет уверенности, что Ботнарь, человек приближенный, в общем, из ближнего круга демпартии, то есть... Самостоятельно взял и написал. Состоятельно, с повинной это вот, все это решил написать. И более того, что он будет наказан по всей строгости закона. Ну, насколько я понимаю, есть такая вещь, как возможность материально компенсировать семьям пострадавших. Речь идет о 125 тысячах евро. Ну да, и Молдавский гуманный суд решит как раз идти по какому-то такому пути. Я думаю, что семьям невозможно компенсировать. Вы не согласны с позицией господина Чабана? Ну, вы знаете, что значит быть не согласен. Позиция господина Чабана, это не только позиция господина Чабана, это позиция многих людей, которые сейчас доминируют в обществе. Я с ней не согласен. Попытаюсь объяснить почему. Но я смотрю на эти вещи не с точки зрения граждан. Тем более, не с точки зрения граждан другой страны. Я смотрю с точки зрения наших институтов власти. Которые, я думаю, после всех этих движений получили серьезный удар по репутации. Когда руководитель СИС, который отвечает за проведение спецопераций. Тем более, это была спецоперация между двумя государствами. Вдруг попадает в тюрьму, не дай бог, но это не исключено. Это удар не только по человеку, это удар по нашим спецструктурам. Которые и так находятся в очень плохом состоянии. Это удар по всему государству. И такое не должно происходить. То есть, когда сажают премьер-министра, это не удар по всему государству. И тогда было. И тогда было. Это тоже, кстати, не должно происходить, скажем так, очень часто. Господин Чур, сколько вы знаете в Европе страны, где сажают премьер-министров? Премьер-министр, человек политический. Господин Ботмарь, это человек, который работает, был руководителем вот этой структуры. И она не должна быть политической. Она выполняет определенные щекотливые, очень тонкие операции. Специфические операции. Это, скорее всего, было одно. Вы понимаете, если они провели эту операцию и получили по шапке, то потом каждый сисовец будет себя спрашивать, а почему мы должны проводить другие спорные, это всегда спорные операции, почему мы должны их проводить, раз мы попадем, мы получим по шапке. Можно я тогда вам, по вашей же логике, встречный вопрос задам? А почему госпожа, руководившая тогда бюро нашего по миграции, в тот же самый день сказала, что она не давала таких указаний, она впервые слышит, а на следующий день появились задним числом документы о том, что им отказано в нахождении на территории Республики Молдова. Она не должна тогда отвечать и показать всем, кто будет за ней работать в этом самом бюро, что такие вещи делать нельзя? Так, я не могу отвечать вам на все вот эти вопросы, которые связаны с этой спецоперацией, потому что я уверен, и вы не знаете все детали всего того, что произошло. Мы используем информацию, которая есть у нас. Я знаю только то, что есть на поверхности. Это была спецоперация, скорее всего, которая вытекала из договоренностей двух стран по выводу из государства не граждан нашей страны. И, исходя из этого, мне кажется, что не должно быть суровым наказанием по отношению к нашим институтам. Должна быть преемственность государственная. Одно правительство, одни институты приняли решение после того, как политически поменялась власть. Не должно быть, что сразу все закрыли, сразу всех посадили, и потом начали совершенно иное. А потом приходит другое правительство, и все заново. У нас все заново протекает. Посмотрите, такого не происходит там, где стабильное правительство, и где руководят эффективно. А вот у нас, я думаю, я закончу последнюю идею, я скажу следующее. Вот то, что сейчас произошло, это с точки зрения политики, это ревенч. То есть, они просто отомстили. Это месть. Месть тех, которые вернулись вновь, пришли во власть. И, кстати, это, скорее всего, не связано с социалистами. Но просто давление, то общественное мнение, которое было создано в течение последнего времени, было настолько мощным, что наши институты власти прогнулись. И вот идут по этому праву. А вы не считаете, что они прогнулись гораздо раньше, когда они согласились на такое? Почему Румыния не согласилась? Эрдоган затребовал у них, и другие не согласились. Я вам скажу, политически это объяснимо. Потому что Румыния, она слабо в другой сфере. В какой? В НАТО? И Турция? Где? А Турция, вы не знаете, какие у нее сейчас отношения? Знаю, но она где-то там же, да. Может быть, за счет того, что Румыния гораздо больше, и у нее гибкость позвоночника несколько меньше, чем у наших, нет? И Румыния, да, у Румынии позвоночник посильнее. Но, понимаете, наши институты, раз решения приняты на политическом уровне, должны выполнять. Господин Чуря, за выведенный украденный миллиард кто-то должен ответить? Или все-таки должна быть преемственность института? Я не умею про украденный миллиард. Мы еще сколько лет будем про это дело? Но я вам говорю про логику. Пока не вернем. Я вам говорю про... Пока не вернем. Не смешите меня. Я вам говорю про... Я буду настаивать. На мой взгляд, ошибочность логики. Потому что мы не можем исправить ситуацию... Я искажив моей логики. Не наказать всех тех, кто что-то делал. Совершенно верно. Но наказать всех тех, во-первых, мы не можем. Во-вторых, их просто не найти. Во-вторых, ну совершенно не хотим. Во-вторых, их нужно еще наказать за что-то конкретное. А не просто за украденный миллиард, который вы проговариваете. А там нужно доказать это все. Давайте, может быть, по-другому подумаем. А может быть, вот то, что вы говорите, сотрудники тех ведомств, даже в том числе СИС, спец, они в определенный момент должны отказываться выполнять незаконные... Я отомневаюсь, что это за государство такое. Незаконные. Это лю. Есть более того, есть законная процедура. Пишешь, я отказываюсь выполнять, потому что противоречит закону. Вы скажите, это Путину и ФСБ. И послушайте, что они вам ответят. Или, а почему Путину? Или вот американцам. Скажите, вот так объясните. Мы равняемся на... Вот так, как вы говорите. Такое не бывает. Спецоперация и спецоперация. И должна быть какая-то вертикаль принятия решений. Это солдаты, они выполняют приказы. Одно хорошо, вы знаете... Незаконные приказы не выполняются. Это вам тоже солдат скажет. Приятно, что генеральный прокурор наш в состоянии и не считает для себя каким-то неправильным приносить официальные извинения, в том числе на родном для них языке. Это большой плюс. Господин Стояногла. Надеемся, что на следующих брифингах мы узнаем и другие имена по поводу. В том числе и украдено миллиарды. Очень хочется знать. Не одно имя, а побольше. И еще тема, которая опять же обсуждалась. Будем подводить итоги этой недели. Заканчивает. Для меня это уже... Ладно, я свои комментарии пока придержу. На этой неделе еще две фамилии. Двух людей назвали. О том, что у них есть вторые паспорта. У одного совсем другое имя. Об этом почему-то было заявлено на одном из телевизионных каналов в нашей стране. И экс-министра Габурича Кирилла об этом заявил господин Моцпан. Она должна признать, что и господин Габурич, заявиточный, и господин Ваджа Джаши заявляет, что это все неправда и не соответствует действительности. Хотя господин президент Игорь Дадон сказал, что да-да, я знаю, что у господина Джаши есть другой паспорт. Не знаю, откуда знает он. Мне тоже казалось, что такие вещи должны предоставлять компетентные органы. Может быть, второй паспорт, но с тем же именем или нет? Нет, с другими именами. А у господина Габурича вроде как другое отчество, но я не понимаю смысла в таком паспорте, если тот же самый господин Моцпан говорит о том, что его и ДНП остался тем же самым, неизменным, по которому, в принципе, и пробивается личность на самом деле. И тут слишком много вопросов возникает и нестыковок. Вообще, как относиться к этим заявлениям с трибуны, парламента, о количестве паспортов? Это у нас сейчас... Нелогично. Ну, во-первых, тот факт, что, скажем, у Плохотнюка и Яралова, которые занимались всю свою сознательную жизнь сомнительными операциями финансовыми по обогащению, и даже которые не относятся к тем 400 сравнительно честным способам, как говорил Остап Ибрагимов. Они были на грани или даже за грани у криминала. Люди были при власти, решили обеспечить себе какие-то варианты отхода. Я думаю, что любой политик, который вот таким образом зарабатывает и находится во власти, в определенный момент задумывается о том, что придется уходить, уходить как и куда. Вот сейчас мы наблюдаем эту ситуацию. А где Плохотнюка? И мы все время на эту тему спекулируем. Американцы объявил Помпео, а он там или он не там. А был он в ясах или не был в ясах. Вот для этого нужны такие паспорта, где он же Гога, он же Гоша, он же Юра и так далее. И все это такое. Здесь, я думаю, ничего такого. Те же самые солдаты, о которых говорил только что... Не все так просто, господин Чебанов. Невозможно выехать с территории США Гоги, если въезжал туда Гоша. Понимаете? Нет, я понимаю. Но мы сейчас говорим о том, что Плохотнику запретили въезд. А он уже там, как сказал господин Калду. Ему запретили въезд, а он уже там. Запрещен выезд. Да, поэтому это немножко другая история. А паспорта, да, на всякий случай. В конце концов, какой-то остров в каком-то Карибском море. Ну, я отвечу на этот вопрос, с Вашего позволения, в ключе того, что я сказал ранее. Когда у нас институты слабые, они не пользуются доверием, они боятся всего. Вот, чтобы они не ответили по поводу этих паспортов, все будет оспорено. А я, в принципе, ожидаю четкого, ясного ответа на простой вопрос. А эти паспорта были выданы официально и по закону или нет? И институты власти должны нам на это ответить просто. Была, например, Плохотника спецоперация, связанная там с освобождением кого-то. И поэтому нужно было выдать эти два паспорта. Это было сделано законно, по всем правилам. Или нет? А, кстати, у нас сейчас же есть депутаты, оппозиции, могут переводить крупных сумм денег из голландской юрисдинции в Дубай. Плохотника понадобилось перевести большую сумму наличности. Для этого нужен был другой паспорт. Это спецоперация. Поэтому СИЗ сказали, да, операция такой важности, конечно, нуждается в прикрытии. Вы понимаете, это ваша версия, она не может права на существование, но я не от вас жду ответа. Я жду ответа ответа. Так я тоже жду. Я тоже жду. Но они ничего не говорят. И поэтому вот получаются вот такие версии, как у господина Чабана, очень интересные. У меня вопросов еще больше. Откуда наши депутаты получают информацию, и кто им рассказывает, кто и каким образом получил паспорта? Если это действительно открытая информация, и может любой получить, можно я сделать журналистский запрос, и вы мне тоже весь список огласите? Ну, вроде как должны ответить по закону о прессе, да, и останутся журналиста. Просто я не понимаю, как у нас в таком случае работает и такие вещи, как закон о персональных данных и все остальное, если вот так вот просто можно. Раз, и этот паспорт, и этот. Но я хочу еще раз подчеркнуть, что как минимум двое отреагировали точно на эти заявления и сказали, что все это неправда. Это было два официальных пресс-релиза. Господин Важа Джаджи и Кирилл Габурич отвергли эту информацию, опровергают ее полностью, говорят, что она не соответствует действительности. Не хотелось бы, чтобы господин Моцпан повторил ситуацию со списком с журналистами, которую он тоже представлял тогда как особо закрытая информация. Хотя мы все знали, что журналисты следят, но, наверное, будем ждать эту информацию уже от нового генерального прокурора. Ну, не только журналистов, наверное. Ну, представители гражданского общества, там был очень приличный список, и некоторые бизнесмены, да. Но, наверное, эту информацию мы будем ждать от нового генерального прокурора, надеемся и это узнать. Ну, вот такой у нас получилась неделя. Сегодня мы где-то, наверное, повеселились, но когда ситуация доходит до абсурда, я, если честно, уже не знаю, как серьезно какие-то вещи обсуждать. Учитывая, что все-таки был проведен конкурс, есть новый генеральный прокурор. У большинства он вызывает доверие все-таки. Давайте предоставим прокуратуре возможность выполнять свою работу. Господину прокурору наводить порядок в органе, которым он руководит. И очень надеемся получить официальные ответы и доведенные, как минимум, до суда дела. Меньше сплетен, меньше политических заявлений. Тогда, наверное, будет больше порядка в этой стране. Я вас благодарю за участие в сегодняшней программе. На этом мы будем закругляться. Тема порядка нам близка, как никогда. Напоминаю для наших телезрителей, что сегодня у меня в студии был политический аналитик Виктор Чабану, политолог Аналию Чуря. Мы вам желаем хороших выходных. Я с вами вижусь в понедельник. Будем говорить о Кишиневе. Всего хорошего. Берегите себя и своих близких. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова